Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Я не буду перечитывать вопрос, потому что он достаточно объёмный и в общем-то в нём довольно много деталей. И на мой взгляд, читать его несколько, ну, будет скучно именно перечитывать. Суд вопроса заключается в том, что автор вопроса, мужчина, развёлся со своей женой. От брака, как бы предыдущего брака, у него осталась дочь. Вот, тебе 15 лет. Да? Человек пишет, что развёлся с первой женой 5 лет назад, узнал, что она изменяет, нестерпел ложь, предательство и есть дочь. 15 лет от первого брака. То есть, вот, не очень понятно, да, то есть, если вы развелись с первой женой, да, то, как бы, ну, первый брак, первая жена, то есть, как бы, не очень в данном случае это понятно. Но пока представим, что вот первая жена, с которой вы развелись, это и был ваш первый брак. Вот. Значит, три года, пишет человек, у меня семья с другой женщиной. Значит, общих детей нет, у неё есть дочь с 7 лет от первого брака. Значит, почему я это прочитал, потому что, в общем-то, дальше пойдёт пересказ событий. Вот. Но это важный момент, дело в том, что здесь у вас, у самого автора вопроса, есть травма-измена, потому что, вот, как бы, вам жена изменяла, да, и изменяла это, как бы там ни было, это следствие определённых проблем в семье, к сожалению. И, к сожалению, я должен констатировать тот факт, что, скорее всего, вы сами, ну, как бы, вы внесли какой-то вклад в то, что, вот, ваша жена вам изменяла. То есть, измена – это всегда следствие определённых проблем и сложностей в отношениях, невозможности, об этом поговорить, вот, невозможности об этом, как-то, вот, ну, обсудить это, вот, и так далее. То есть, речь идёт здесь не о том, что вы виноваты, никто вас не виноват, поступили, как поступили, слава вашу. Речь идёт о том, что есть ответственность, ваша ответственность с одной стороны и боль с другой стороны. Вы это пропускаете, скорее всего, вот, и, соответственно, вряд ли вы как-то вот тему своей боли вряд ли вы исследовали. Дальше идём. Значит, вы пишите, что общались, я и моя семья, значит, с дочерью от первого брака, хорошо общаетесь, но бывшая, значит, упортит, настраивает, вот. В общем-то, настраивает ребёнка против вас. Вот, значит, значит, как бы, значит, пытается как-то вот клеветать на вас, да, по сути, ну, по факту. Вот. А, значит, при этом ребёнка, она подберегает давлению и прессингу, вот, и, в общем-то, в итоге у него получилось всё-таки. Несмотря на то, что вы очень щедро обеспечиваете элементами свою дочь, несмотря на это всё равно у неё получилось ребёнку против вас настроить. Вот. Теперь она общаться с вами не хочет, а не хочет с вами ездить в отпуск, на отдых, вы злитесь, очень расстроены, вот, и всё равно как бы помогаете ей и понимаете, что ей манипулируют. Вот. Собственно, вы спрашиваете о том, как вам наладить отношения с дочерью и сделать так, чтобы бывшая не настраивала её против вас. Просто вопрос этот, он, ну, при том вот, что вы написали довольно большой текст, ваш вопрос, он на самом деле не про, как мне показалось, извините, если я ошибся, но мне показалось, что ваш вопрос, больше не про, а, значит, какую-то модель поведения, вот, а больше про какую-то вот действительно боль, может быть даже отчаяние, может быть и может быть злость, вот, ту самую, о которой вы говорили. Ну, злость, в частности, вот, на дочку, вот, за то, что она, ну, как бы повелась, да, на манипуляцию мамы и, в общем-то, перестала, ну, перестала по факту, как бы, вот, с вами общаться. Ваши чувства могут понять и, в общем и целом, я бы смотрел на то, что происходит. А более глобально, потому что вы говорите, что в целом вы работаете много, работаете тяжело. Вот, в такой ситуации, в таком состоянии, конечно, вы будете чувствовать себя измотанным, чувствовать себя уставшим, чувствовать себя злым и испытывать проблемы с тем, что хотите, как-то вот, чтобы вас ценили, любили, понимали. И болезненно, конечно же, реагировать, если этого не происходит. Это, в принципе, все вполне нормально, это, в принципе, все вполне закономерно, это все, в принципе, естественно, но мне кажется, что изначально вы... Ну, вот, практически, что буквально о себе сами-то не заботитесь. И вот вы переживаете, что дочь стала жертвой манипуляции. Могу вас, ну, я прекрасно вас в этом смысле понимаю, я прекрасно понимаю, что вы за нее переживаете, но если дочь стала вот жертвой манипуляции, то это получилось, получилось, это случилось только по той простой причине, что она не очень хорошо. чувствует себя, она не очень хорошо понимает себя. А почему она не очень хорошо себя понимает? А потому что кто ее научит? Вот. Кто научит ее реагировать? Как дочь? Чувственно? Кто научит ее реагировать? Эмоционально? Кто ее этому научит? Никто ее, судя по тому, что вы описали, этому не научил. Ни вы не научили. Человек, который очень много работал и, в общем-то, всего себя, очевидно, посвящал в какой-то степени работы. Вот. И ваша жена, которая, очевидно, находится в, ну, так сказать, в продиме своих некоторых сложностей, некоторых своих проблем, к сожалению. Вот. Ни в коем случае не хочу как-то вот сказать, что это плохо, она в общем и целом не виновата. Винить ее мы не будем, вот, но тем не менее. Поэтому ситуация здесь, в общем-то, в какой-то степени, я бы сказал, драматичная, вот, потому что, ну, потому что, вот, не научили, не умеете вы не умеет ребенка, к сожалению. Вот. Поэтому, если не умеете вы, откуда, как бы, откуда это, откуда уметь, как бы, ребенку. Вот. Поэтому, ситуация здесь, она пока. И, на мой взгляд, на мой взгляд, самый лучшим способом восстановить отношения с дочерью, это показать ей, как быть собой. То есть, рассказать ей о своей злости, о своей обиде, о своем разочаровании на нее. Вот. Притом, как бы, говорить так же и о том, что вы ее любите, говорить так же и о том, что вы, там, не знаю, без нее скучаете там и так далее. То есть, ребенку необходима эмоция. То есть, словами, каким-то объяснением она не повергнет. И ваша ошибка заключается, как мне кажется, в том, что вы пытаетесь вот рационально, с рациональной точки зрения здесь подходить к вопросу. Это, как бы сказать, классическая мужская позиция, но, во-первых, она в жизни работает далеко не всегда, к сожалению. А, во-вторых, ну, как бы, с женщинами не работает тем более. Вот. Вы, по описанию, по крайней мере, у меня сложилось такое впечатление. А, человек достаточно рациональный. Вот. И, вот. Ну, привыкли, наверное, вы многое вещи в своей жизни контролировать. Вот. Привыкли брать на себя, как бы, ответственность, я это понимаю, но, вот, заботиться о себе в данном-то случае нужно сейчас. Вот. Вы, к сожалению, на мой взгляд, этого не умеете делать. Вот. И, как бы, ваша дочь, она не верит вам, потому что, значит, папа, он каким бы ни был, он объяснение, да, он всегда найдет объяснение. Да, объяснит. Вот. Его послышат, он прав. Вот. Мама, она, может быть, и не права. Вот. Но эмоции не поддельные. Ведь она очень эмоционально распространяет о вас какие-то слухи, правильно? Она очень активно старается испортить вам жизнь. И этого нельзя делать, если ты как-то эмоционально не вовлекаешься в процесс, а она вовлекается. И увлекается очень сильно, судя по тому, что вы говорите, ну, в смысле, что вы описываете. Поэтому я думаю, что ваша дочь верит маме именно по этой причине. не потому что она мама, потому что это ей более понятно. И, соответственно, пока вы будете пытаться следовать этой позиции, я думаю, что вы будете, к сожалению, проигрывать. Вот. Но, да, можно что-то изменить, да, можно что-то поменять. Вот. Но для этого нужно сначала научить вас обращаться с вами чувствами. Вот. И то, на что вы можете рассчитывать, это на то, чтобы с дочерью своей, будучи искренним, вы получите ровно такое общение, на которое она, дочь, сейчас способна. Не важно, не важно, какое это будет общение, она просто так. Вот. Ну, я надеюсь, по крайней мере, что не важно. Вы, конечно, можете в этом смысле как-то иначе думать и считать. Вот. Далее. Что касается вашей жены. Женой, в общем-то, ситуация здесь одновременно проще и в то же время сложнее. Жена взрослый человек и в ее интересах как бы портить вам как бы жизнь. Потому что здесь ревность с ее стороны и какая-то обида на то, что вы ее бросили. И, значит, собственные какие-то трудности, хоть она так же, как и вы, нашла в себе пару, но там могут быть разные нюансы, и не все, не всегда и не все эти нюансы, вот, да, которые лежат на поверхности и так далее. Поэтому то, что вот вы предлагаете как бы своей жене как бы жить счастливо, да, ну, это неплохая идея. Но только вот при как бы условии, если человек, ну, как бы выбирает другого человека. Вот, а в данном случае, вот говорить о том, что человек выбирает другого человека, ну, к сожалению, не приходит. В данном случае можно говорить немножко там о других вещах. Вот таких как то, что это скорее вот больше какая-то компенсация, да, а то больше скорее как-то такая вот история про компенсацию чего-то, что она потеряла. На мой взгляд. Вот, поэтому жену в этом смысле вам оставила, вам имело бы смысл оставить в покое, вот, и просто действовать в рамках, как вы изначально хотели, в рамках закона. Вот. Потому что это вот то, что реально вы можете сделать. Вину твою вы не переделаете, по крайней мере до тех пор, пока она сама как-то вот не захочет что-то в своей жизни менять. Ну, а судя по тому, что вы говорите, да, особо она чего-то и хочет менять. Вот. Вам, вам необходимо поработать со своими переживаниями, со своими чувствами. Вам, мне кажется, необходимо проработать вот свои обиды, свои травмы, которые у вас есть, и научиться слышать себя. То, что вот сейчас вы делать, к сожалению, не умеете. Вот. Вот. Этому можно научиться. Когда и как только вы этому научитесь, вам будет проще выстраивать контакты, выстраивать отношения вообще с людьми. Вот. И вы увидите, в общем и целом, что вам любую ситуацию можно разрешить. Да, не всегда. Так как этого хотите вы, не всегда. Так как, вот, ну, так как хочется, к сожалению, не всегда. Это правда. Но. Может. Тут вообще во многом, многое зависит от того, сами ли вы, вот, ну, готовы ли в какой-то степени, да, принимать какую-то, вот, ну, вариант, расклад, который изначально, вот, может быть, вам не нравился. Вот какой-то, наверное, такой ответ я мог бы вам предложить сейчас. С точки зрения психологии. Естественно, к вашей дочери есть, может быть, ну, свой подход. То есть, если вы расскажете о ней подробнее, или сами подумаете, что ей нравится. Ну, в целом, что ей нравится, что она любит, что она хочет, вот, да, и что для нее важно, и так далее. Я думаю, что не будет такой, прямо уж, большой проблемой наладить с ней отношения, потому что я уверен, что вас она любит, и уверен, что по вам она скучает. Я в этом уверен на 100%, надеюсь, что вы уверены в этом, ну, тоже. Вот, поэтому здесь я не сомневаюсь ни капельки. Вот, просто вам нужно, ну, учиться работать именно вот со своими чувствами, потому что пока вы, пока если точнее вы этого не сделали, то вам будет очень сложно и тяжело. Потому что, ну, как бы, какие-то ситуации все равно будут происходить, да, и с вашей женой, и с дочерью, и все, и если вы будете, вот, как-то обижаться, да, если вы будете, как-то, вот, ну, реагировать на это, на это. Вот. А, раздражение, ну, в общем, никаких нервов вам не хватит, и очень быстро вы можете просто выиграть. Вот. Я не думаю, что это то, я не думаю, что это то, чего вы хотите. Вот. Поэтому. А, такой ответ вам сейчас хотелось бы дать. Надеюсь, что в целом вам это было полезно, в целом вам это было интересно. Вот. Значит, смотрите, давайте я вот, вот вы пишите, да, что я взял и расстроен на дочь. Вот, попробуйте выделить, что там еще, помимо злости. А, значит, и вы пишите, что меня расстроило, что суд, который был затерянен по ее жалобам и призван решить ущемление материальных проблем, брал теперь мой суд. А вот это вопрос личных границ, которые мы пытаемся спасать. Так, значит, вы пишите, что я мог бы ребёнку не только рассказать, но и показать всю правду о наших прошлых взаимоотношениях, но я планировал вообще никогда ребёнку этим головам не вызывать зря. Взрослому человеку нужна история. Нужна правда. Не обязательно в деталях, но правда нужна. Пока не хочу предпринимать вообще попыток общения, но переживаю, что если на долгое время отстраниться, она решит, что мама говорит ей правду обо мне. И в то же время не могу позволить ей общаться, но и в таком духе, особенно без основания на то. Ну, тут вы определитесь, вы, мне кажется, как-то сами манипуляцию здесь включаете. Вот. То есть вы как бы свою жену обвиняете в том, что она вот как-то манипулирует. А сами-то вы в данном случае манипулируете тоже неплохо, потому что вы, во-первых, не можете определиться со своими приоритетами. То есть что для вас важнее? Общаться с дочерью или что-то доказать, да? Вот. У любого, абсолютно у любого действия, любого поступка здесь, ну, будут свои последствия. Это нормально. Вот. Абсолютно нормально, что... Каждое действие имеет, ну, свои... свою цену. Вот. И... Вы не исключение, эта ситуация не исключение. Вот. Вы определитесь. Дальше... Вы всерьез воспринимаете ребенка. То есть это... Просто... В данном случае... Это просто... Девочка... Которая оказалась у меня в двух огне. Вот. Только в силу того, что вы... Хотите... Эээ... Хотели ее спасти и помочь... Ей... И она об этого сейчас отказалась. Вы... Как бы... На нее обижаетесь. Я не думаю, что ребенка... Честно говоря... Волнует вообще-то... Эээ... 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 Вопрос денег. Вот. Я не думаю, что она... Понимает вообще... Что речь идет о книгах. Ей не... Деньги нужны. а семья счастлива. Мать, а вы этого как будто не видите, как будто бы вы этого не замечаете, или не хотите замечать. И, в общем-то, уходите в манипуляцию. Вам если больно, то дочка здесь ни при чем. Вам если больно, то вам больно, ну, в силу вашего поведения, в силу вашей, выбранной вами стратегии, выбранной вами стратегии поведенческой, дочесны при чем. Поэтому вы здесь занимаете, как мне кажется, позицию совершенно не родительскую, а вы здесь занимаете позицию, ну, так скажем, человека, который переносит на ребенка обидно жену. Ну, потому что она стала вести себя, вот, как, как ваша жена, да? Вот. И тоже включилась у вас вот эта вот негативная реакция. Ну, так сказать, если вы и по отношению к жене, а своей так же себя вели, ну, вот таким же примерно образом, то я думаю, что это хороший повод. О, хороший повод для психотерапии. Я думаю, так, можно вам ответить. Ну, по крайней мере, вот, да, на то, что вы, вот, пишите. То есть вот у меня такой ответ только может быть вам. Я понимаю, как это звучит, я понимаю, в целом, как это выглядит. Но, тем не менее, ситуация вот она такая, какая есть и по-другому пока что. На мой взгляд, быть не может. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, и мы с радостью вам поможем.